Жительница Горок-Ленинских Алевтина Пестрякова писать стихи начала еще в школе. Это было тяжелое послевоенное время и увлечение отошло на задний план. Юной девушке пришлось рано начать работать, чтобы прокормить семью. К творчеству она вернулась в зрелом возрасте. Мне во сне пришло стихотворение. Я его во сне писала. И писала, наверное, его две ночи. Идет он у меня, я встаю и ночью записываю. А потом я завела животных и бросила это все в стол, положила, что писала. А в 2003 году меня пригласили в ЛИТО. Говорит, здесь одна женщина жила, она говорит, я читала твои стихи, ты пишешь хорошо. Приходи к нам в ЛИТО. В Витновском литературном объединении имени Шкулева Алевтина Георгиевна и издала свой первый сборник стихотворений. Пишет пенсионерка на разные темы. Сегодня в ее коллекции около трехсот стихов. На создание рассказа о военном детстве, которое прошло в Сталинграде, решалось долго. Процесс эмоционально тяжелый. Но коллеги убедили пенсионерку изложить воспоминания на бумаге. Так и пополнилась ее коллекция второй книгой «Курган судьбы». Я проникнулась своим детством, тем временем, тем настроением людей, теми бедами. И в то же время они как-то старались что-то сделать хорошее. Ну и мы выстояли. Презентация новой книги состоялась в торжественной обстановке в стенах Горкинской библиотеки. Мероприятие посетили близкие друзья-поэтессы и почетные гости. Поздравительный адрес от председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Зачитал его заместитель Валерий Черников. Это большой вклад в развитие, воспитание, патриотизма, ценности у нашей молодежи. Поэтому только приветствуется, что люди не безразличны, что они проявляют себя и свое творчество и талант на благо Ленинского городского округа. Спасибо таким людям большое. Ко всему прочему, Алевтина Пестрякова пишет песни. Приходит к руководителю хора, где сама выступает, и напевает мелодию. Благодаря творческому тандему удалось создать 8 музыкальных композиций. Хор существует 14 лет. И с первого дня Алевтина Георгиевна участник и солистка хора. Ну, что можно сказать? Во-первых, человек очень активной гражданской позиции и жизненной. И ее оптимизм, активность вот эта и заслуживает уважения, и заражает других. Презентация прошла в теплой, доброжелательной обстановке. Алевтина Георгиевна делилась воспоминаниями из детства и вместе с друзьями пела свои любимые песни. Юлия Погасян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого.